Сейчас в мире миллионы, десятки, наверное, сотни миллионов билингов людей, которые говорят на двух языках. То, что они говорят на двух языках, еще не значит, что они двукультурны, что они читают хорошие книги на двух языках. Вот мы с семейством Элькинд читаем книги на русском языке. На иврите они читают книги самостоятельно, без меня в школе. Это Брайна Лея, Элькинд, а это Нахум Гецель, Элькинд. Я думаю, что мы сейчас покажем вам небольшие фрагменты их чтения. Мы не очень-то готовились к сегодняшнему уроку. Мы не покажем вам блестящих результатов. Но вы, я думаю, сами достроите в своем воображении потенциальные возможности этих милых детей, которых я очень люблю. И они ко мне относятся тоже, по-моему, неплохо. Я задам пару вопросов Брайне, например. Какие стихи ты предпочитаешь? Веселые. Чтобы они не были очень серьезные. Потому что серьезные стихи, в них обычно очень много смысла. И читать их сложнее, чем просто какие-то веселые стихи. То есть Лермонтова труднее читать, чем Маршака? Да. Ну, лично мне. Правильно, мне тоже. И на много причем. А ты, твое мнение? Мое мнение, мне, наоборот, нравятся стихи больше всего Лермонтова. Такие, как «Воздушный корабль», всякие такие стихи, «Горные шины». Мне они нравятся больше всего. Ну, Брайна сказала, что их очень трудно читать. Не знаю, мне нормально. Нормально. Мы сейчас попробуем вам почитать нормальные стихи. Самуэм Ашак. Баллада о королевском бутерброде. Король, его величество, просил ее величество, Чтобы ее величество спросило у молочницы, Нельзя ли доставить масло на завтрак королю? Придворная молочница сказала, Разумеется, схожу-скажу корове, Покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове И говорит корове, лежащей на полу, Велели их величество, Известное количество, Отборнейшего масла Доставить к их столу. Ленивая корова, Ответила спросонья, Скажите их величеством, Что нынче очень многие, Двуногие, безрогие, Предпочитают мармелад, А также пастилу. Придворная молочница сказала, Вы подумайте! И тут же королеве представила доклад. Сто раз прошу прощения за это предложение, Но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба Фруктовый мармелад, Король, его величество, Наверно будет рад. В тот час же королева Пошла к его величеству, И будто, между прочим, Сказала невпопад, Ах да, мой друг, По поводу обещанного масла, Хотите ли попробовать На завтрак мармелад? Король ответил, Глупости! Король сказал, О, боже мой! Король вздохнул, О, господи! И снова лег в кровать. Еще никто, сказал он, Никто меня на свете Не называл капризным, Просил я только масло На завтрак мне подать. На это королева сказала, Ну, конечно! И тут же приказала Молочницу позвать. Придворная молочница сказала, Ну, конечно! И тут же побежала В коровий хлеб опять. Придворная корова сказала, В чем же дело? Я ничего дурного Сказать вам не хотела. Берите простокваши И молока для каши, И сливочного масла Могу вам тоже дать. Придворная молочница сказала, Благодарствуйте! И масло на подносе Послала королю. Король воскликнул, Масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю! Никто, никто, сказал он, И вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, Спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, Намылив руки мылом. Никто, никто, сказал он, Съезжая по перилам. Никто не скажет, Будто я тиран и сумасброд За то, что к чаю я люблю Хороший бутерброд. Лермонтов, воздушный корабль, По синим волнам океана, Лишь звезды блеснут в небесах. Корабль одинокий несется, Несется на всех парусах. Не гнутся высокие мачты, На них люги рани шумят, И молча в открытые люки Чугунные пушки глядят. Не слышно на нем капитана, Не видно матросов на нем. Но скалы и тайны имели, И буря ему нипочем. Есть остров на том океане, Пустынный и мрачный гранит, На острове том есть могила, А в ней император зарыт. Зарыт он без почести бранных, Врагами всыпучий песок. Лежит на нем камень тяжелый, Чтоб встать он из гроба не мог. И в час его грустной кончины, В полночь, как свершается год, К высокому берегу тихо Воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, Очнувший является вдруг, На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук, Скрестивший могучие руки, Главу опустивший на грудь. Идет и к рулю он садится, Быстро опускается в путь. И сеется он к Франции, милый, Где славу оставил и трон, Оставил наследника сына И старую гвардию он. И только что землю родную Завидит во мраке ночном, Опять его сердце трепещет, И очи пылают огнем. На берег большими шагами Он смело и прямо идет, Соратников громко он кличет, И маршалов грозно зовет. Но спят усачи гренадеры В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодной России, Под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат, Иные погибли в бою, Другие ему изменили И продали шпагу свою. И топнув о землю ногою, Сердит он взад и вперед, По тихому берегу ходит, И снова он громко зовет. Зовет он любезного сына, Опору в превратной судьбе, Ему обещают полмира, А Францию только себе. Но в цвете надежды и силы Угас его царственный сын, И долго его поджидая Стоит император один, Стоит он и тяжко вздыхает, Пока озарится восток, И капают горькие слезы Из глаз на холодный песок. Потом на корабль свой волшебный, Главу опустивший на грудь, Идет и махнувший рукою, В обратный пускается путь.